Собака породы хаски погрызла годовалого ребенка в Хабаровске. Мальчик доставлен в реанимацию. Малыш и его пятилетняя сестра были в гостях. Ночью их оставили наедине с чужой собакой, которая причинила тяжелые травмы. Где были в этот момент родители и каковы прогнозы врачей, сегодня узнавал Кирилл Рогачев. Годовалого Станислава госпитализировали отсюда, из квартиры этого дома, располагающегося в спальном районе Хабаровска. 26-летняя мама мальчика объяснила полицейским, что оставила ребенка в гостях у своей подруги на ночь на попечении пятилетней сестры. В окружении двух собак породы хаски, которых содержит хозяйка. А с ней, уверяет, поспешила выручать бездомных четвероногих. Она вместе со своей гостьей, матерью мальчика и его сестры отправилась на поиск этих щенков и отсутствовала в течение длительного времени, то есть по сути дела всей ночи. Домой они вернулись где-то в районе 6 часов утра и уже обнаружили о том, что годовалым у хабаровчанина нанесены были тяжелые травмы. Притом скорую вызвали узнавшие о несчастье соседи. Мальчика быстро доставили в реанимацию детской краевой больницы имени Петровича. Ему предстоит сложная операция по реконструкции мягких тканей ягодицы. Утром в субботу в районе 5-6 часов поступил годовалый ребенок с множественными укушенными ранами поясничной области, бедра, ягодицы. Раны обширные, достаточно большие, то есть госпитализированный ребенок по тяжести состояния и возрасту госпитализирован в отделении реанимации. Это укусы чьи? Это укусы домашней собаки. Активное лечение займет около месяца, затем длительный курс реабилитации. Доподлинно установить, кусала ли годовалого Станислава одна домашняя собака или поочередно две, находящиеся в доме хаски, сейчас сложно. Но, как отмечают врачи, на теле мальчика зафиксировано около 15 характерных укусов. Кинологи объясняют, при отсутствии дрессуры любая собака не только охотничья, а опасность для ребенка. А потому в таких случаях нужно винить тех, кто оставляет детей тет-а-тет со взрослыми животными. И тех, кто неверно воспитывает собак или вовсе этим не занимается. Это безответственных хозяев собак. Да. И безответственных инструкторов, которые консультировали. Потому что он ничего не сказал про собак. Я не знаю. У всех собак есть инстинкт кусать. У всех. И у балонок, и у догов, и у хаски. Вот и все. Они все одинаковые. Все одинаковые. В полиции подчеркнули, что ранее мать годовалого Станислава состояла на профилактическом учете. Но была снята с него зимой 2017-го ввиду исправления. Кирилл Рогачев, Константин Крутиков, Вести, Хабаровск. Субтитры создавал DimaTorzok